Здравствуйте, меня зовут Андрей Широков, клуб Эфир Пророда Целителя. Мы говорим о здоровье, и вы можете встретить такую информацию уже, да, у нас становится больше сыроедов, фруктоедов, и часто они вот предупреждают, что фрукты вообще-то ни с чем не смешиваются, только с фруктами. И то там некоторые оговаривают, не все со всеми. Ну, давайте немножечко, как бы, мы посмотрим, что там может быть самого страшного. И я тоже, как бы, такое повторял, в принципе, мне это понятно, что видовое питание, оно не смешивается с невидовым. Ну, вот так не получается, там, травка коровки, да, смешали с пометом, либо с говядиной жареной, вот, ну, противоестественно. Я все сначала оцениваю, насколько натурально это, то есть, природа целитель, да, вот, как это в натурально, да, там. Когда мне говорят, что человек хищник, ну, я так, я не вижу людей-хищников, или там, что траву надо есть, я не вижу жвачных людей. И вот, когда, да, вот сказали, что, наверное, не нужно смешивать, ну, вот, надо, как бы, да, в картину мира моего это укладывается, что-то там не так, да, вообще, как можно яд смешивать с неядом там. Но немножко поглубже я постарался, да, сейчас углубиться в это и посмотреть биолокационно, потому что, ну, так просто не залезть туда, то есть, можно предполагать, и я какие-то наводящие вопросы-то, я понимаю, куда идти. Но там, конечно, не все так вот прямо однозначно. То есть, вот я посмотрел там, например, там три вареных картошки, к ним добавили, там, апельсин, два. Ну, картошка не портит никакие процессы, как, смотрите, там практически сок, да, и, собственно говоря, там сок апельсина не сделает брожение и гниение картошки больше. Может быть, даже чуть меньше, потому что там есть такая антипаразитарная, все-таки, да, основа, ну, эфирные масла в этом соке апельсина. Но от апельсина получится пользы меньше, просто меньше. И меньше питания, и меньше полезных, да, веществ. Это однозначно, да. Но сказать, что прямо вот апельсин, вообще два вот эти апельсина, как-то вот три картошки, да, вот их метаболизм станет более, скажем, гниение брожения больше их, и нет. Вот это, например, от апельсина просто, да. А вот давайте посмотрим, вот, ну, процессы, три картошки, да, вот как бы, пусть одна будет картошка вареная, там все равно гниение брожения, это же, ну, яд сваренный, да. А вот если взяли, да, мы можем это гниение, вот этой картошки одной исправить соком апельсина как-то. Ну, побольше, если взять этого сока. Ну, вы знаете, даже вот есть какая-то помощь, да, ображение соком. Да, то есть, вот тут не все так однозначно. То есть, я так понимаю, что если подобрать такие именно соки, которые угнетают паразитарную микробиоту, которые набросятся на эту картошку, потому что сами мы можем только пригласить к этой вареной картошке бродильщиков, грибков и гнилостных бактерий, чтобы они еще и белковую часть, там, бывшую белковую, а теперь как гулят, да, разъели, а бродильщики булуют клейстер, да, да. И как бы этот метаболизм идет нам в минус. Ну, а вот соки такие ядреные, в принципе, они даже, видите, уменьшают вред. То есть, тут ведь нельзя никогда брать и вот так вот повторять за кем-то. Это вот и мне урок, и, наверное, может быть, еще кому-то. Все перепроверять надо вот по несколько раз. И, видите, вот так вот. Но, но, если я когда смотрел банан, вот, да, вот берем там один банан и одну вареную картошку. Вот, скажем так, вот этот банан смешанный с картошкой, да, вместе, там, ну, пусть даже в равных дозах, там, по весу. Вот гниение этой картошки, да, ну, скажем так, там, по-моему, вот на картошку, по сути, на метаболизм картошки этот банан вообще как-то влияет. Ей все равно, там ферменты картошку все равно не видят. А вот сама картошка, она ухудшает процесс пищеварения банана? Да, конечно, вот она-то ухудшает. И там что получается? Там получается, что она, вот эта картошка усиливает процессы брожения банана и усиливает процессы гниения, да, гниения, ну, там. То есть она ухудшит обработку этого банана и опять меньше пользы и усугубит, как бы. То есть, потому что сам банан уже особо на картошку не повлияет. То есть, я говорю, сырой банан, конечно, а картошка сваренная. Но там сыры, можно, конечно, потом займусь этим, перепроверить, как сырые овощи влияют на них, какой фрукт. Ну, видите, тут нужно брать каждый конкретный фрукт, смотреть. Потому что у нас фрукты все-таки, два основных вида. Я их сейчас вот делю хотя бы на два лагеря. Это провоцирующая чистка, они у нас в третьей фазе питания. И питательные, это во второй фазе питания. Но я могу даже сказать, что в первой минеральной фазе можно там огурец запихнуть туда, например, он, в принципе, не провоцирует и не питает. Но как бы зато там есть минералы. У нас овощи в сыром виде некоторые очень сильно могут быть антипаразитарными. И какие-нибудь там соки трав или те же соки овощей, хоть они не являются пищей, но это такие хорошие яды могут быть. И они с термически обработанной едой могут выступать как именно помощники в том, что они будут угнетать паразитарную микробиоту. Я называю паразитарные микробиоты, это не совсем даже паразитарное, а просто званные, нежеланные гости. Их позвали вот этой вот вареной термически разложенной пищей. И даже и некоторые сырые, это зародыши, непереваренные все семена, злаки там и проростки. Это и те же овощные смузи какие-нибудь, да. И это будет у нас, ну и сырые животные продукты. Да, все это будет поедаться гнилостный микробиот и бродильный прежде всего там, да. И по масляной фазе мы сейчас отпустим там в толстом кишечнике тоже есть, да, кто занимается ей из грибов и жировой. И таким образом, то есть такие как бы добавления фруктов здесь может играть тоже разную роль. Потому что есть вот видите фрукты такие, которые могут и угнетать своим соком, да. Но и да, я попытался сказать, что есть питательные те же вот фрукты, как бананы, финики, авокадо, ну они достаточно серьезно просто. Они никого там не угнетают, конечно, но они на себя берут много соков. И то, что их смешали с термической какой-то едой, да, то как бы, ну всем не хватит соков. На термическую соки и не подействуют, а на эту тоже меньше достанется. То есть меньше пользы. И вот получается больше брожения и гниения. И вот надо смотреть, а если это сок какого-нибудь там, да, то есть как этот сок смешался с абстратом там вареным, да, либо теми же там злаками и сырыми пусть будет. И вот в каждом конкретном случае, я сейчас просто даже вот не буду слишком многое, да, сейчас фантазировать. Я просто хотел повредить, что, ну нельзя так быть однозначным, да, надо вот смотреть, проверять. Вот хорошо, что есть биолокация, можно вот прямо копаться там внутри. Потому что так просто громогласно сказать, все это только хуже. И смотря, да, вот и какой фрукт. Но, как правило, люди имеют в виду питательный фрукт, либо, например, тот же там сок винограда, там ни с чем не смешивается. Так, ну опять же, винограда, получается, что этот сок, ну вообще должен впитаться в желудке, а тут вы им пропитали еду, вареную, например. Но она, конечно, может, ну давайте вот сейчас так и посмотрим. Пропитаем там 100 миллилитров сока, возьмем винограда черного и картошку там 100 грамм, да, например, все это вот перемешаем. И вот это как бы усилит процессы брожения картофеля, гниения, нет. А вот брожение усилит, да, брожение усилит, например. То есть, ну да, апельсин уменьшал. То есть, ну надо смотреть каждый конкретный случай. Но, как вот, даже я вот с некоторой растерянностью. То есть, это надо каждый фрукт смотреть и понимать, что какой он, что он делает. Опять это вот, возвращаясь к вопросу, что все обвиняют фрукты там, какой-то провоцирует очистку, какой-то так много клетчатки переел человек этого банана или яблок, что там они гниют или бродят как банана, либо гниют яблочная клетчатка. И все, конечно, многие говорят, это так полезно, так полезно. Да там от гниения клетчатки яблочной образуется метиловый спирт. И у людей, вот рассказывает и доктор Божьев, плохо людям по утрам потом от этих яблок. Так что тут, видите, каждый конкретный надо брать, прямо что вы собираетесь смешивать. Ну, опять же, если вы просто бы питались вот видовым, как я это вижу, в меру, то можно ничего не смотреть. Там как бы чуть-чуть вы там смешали банана с чуть-чуть соком, даже, не знаю, помидорки, ничего вам не будет, это глупости. А когда человек, ну, сравнивает, как ему что-то ядовитое, готовленное, смешать еще с натуральным, что там будет за реакции? Ну, давайте смотреть в каждом конкретном случае. Буду рад вашим вот загадкам, например, что вы смешиваете из фрукта с нефруктом. Какие интересные сочетания, потому что я питаюсь без сочетаний. Вот помидорки, если они вкусные, я их попью, да. Если вкусный виноград, вот я сегодня добыл все-таки, я его попью. И попью много. И ни диабета у меня не будет. И от жира я не лопну, представьте себе, да. Вот, более того, у меня там глюкоза в крови намного ниже, чем была, когда я не питался ничем живым, и особенно фруктами. Вот как ни странно, вот совсем, ну, вот гуманоид какой-то. Что ж такое? Все наоборот. У диабетиков прямо от вида фруктов уже сахар скачет на стрессе. Хочется, нельзя, но придется булочку съесть с сахаром, отравиться. А вот со мной не работают. Ну, посмотрим. Желаю вам вот, кстати, того же, чтобы с вами все эти глупые программы, навязанные болезни, просто перестали работать. И я готов показать вектор, как куда-то двигаться, чтобы вам не нужны были некие вагы даже, которые вот вообще-то продаются у нас на сайте. И все так удивляются, говорю, я не принимаю больше и не собираюсь. А вы покупайте. Но я вам покажу, куда идти, чтобы не покупать. И к мануальчикам можно, в принципе, не ходить, если, ну, с собой немножко заниматься и очищаться. Вообще, можно перестать кормить и паразитов, и даже тех, кто как бы напоминает паразитов. А меня зовут Андрей Широков, клуб Эфлер, природоцелитель, www.effler.ru. Я был сегодня адвокатом смешивания фруктов с чем-нибудь еще. Не все так просто. До скорых встреч.